В результате совместной операции ФСБ и уголовного розыска в Москве были задержаны члены банды вора в законе Надира Салифова, Гуля, во главе с авторитетом Фуадом Рзаевым по кличке Афа. Как сообщает коммерсант, действуя по поручению Гуля, они обложили данью многих бизнесменов азербайджанского происхождения. Для контроля действий организован на преступной группировке в Москву периодически приезжал брат Гуля, Намик Бакинский, однако общую координацию осуществляет сам Надир Салифов посредством скайп, находясь в Турции. Появиться в России он не может, так как в конце прошлого года Пресненский суд Москвы заочно арестовал Салифова и объявил в розыск по обвинению в похищении человека, 126 УК РФ, и вымогательстве, 163 УК РФ. Как отмечает коммерсант, предельно осторожно действовал и сам Афа, который редко вел беседу вживую, предпочитая общаться по телефону или через мессенджеры. В столице он тоже бывал лишь наездами, постоянно курсируя между Украиной, Турцией и Грузией. Однако, силовикам удалось вычислить его местонахождение, когда он решил навестить свою жену Айгунь в Долгопрудном. В ночь на среду оперативники ФСБ и сотрудники угрозыска при силовой поддержке спецназа провели спецоперацию по задержанию Рзаева. Дверь в квартиру, где он находился, пришлось вскрывать при помощи пневмоклещей. А во время штурма Рзаев попытался уничтожить свои мобильные телефоны, а также нанес себе 4 ножевых ранения в живот. Вероятно, надеясь, что вместо камеры попадет в больницу. Однако, в стационаре куда его доставили, врачи заявили, что у Афа лишь легкие порезы, которые не мешают ведению следственных действий. Была задержана и супруга Рзаева, ранее судимая за подделку документов. На ее кредитную карточку была переведена часть суммы, требуемая от бизнесменов. Сейчас оперативники и следователи изучают сообщения в оставшихся целыми телефонах Афа. Там может найтись переписка с коллегами из Турции. Одновременно с операцией в Долгопрудном были задержаны около 10 человек из окружения Рзаева. Их проверяют на причастность к преступлениям. Не исключено, что все уголовные дела будут выделены в одно производство, а фигурантов обвинят в создании преступного сообщества или в участии в нем. После одной из встреч в январе этого года в Кафе Айва несколько доведенных до отчаяния бизнесменов написали новое заявление в правоохранительные органы. После чего следователи МВД за москворечья возбудили еще одно дело о вымогательстве. Напомним, два месяца назад, 30 декабря, столичная полиция уже задерживала представителей Гуля, где они в одном из кафе на Кутузовском проспекте собирались провести встречу с членами банды чеченского вора в законе Азиза Батукаева, с которыми не поделили несколько рынков. Чеченцы решили перетянуть под свою крышу работников подконтрольных Гуля Дорогомиловского, Даниловского и Бутовского рынков. После своего освобождения в октябре 2017 года Салифов стал активно укреплять свои позиции на просторах бывшего Советского Союза, облагая данью все новых бизнесменов. Через своих представителей он контролирует все сферы, где задействованы азербайджанцы, от Москвы до Урала. Его активность также широко обсуждается сейчас и в Украине, где местные азербайджанские общественные организации даже провели митинг, требуя от полиции защиты от ракетиров. Таким образом, на сегодня Гуля является самым боеспособным вором в законе, что позволяет утверждать, что на фоне ареста Шакры Молодого он является наиболее вероятным претендентом на место главного вора.